Когда мы говорим о Ленине, что мы должны думать? Поверьте мне, не каждый человек в 47 лет сможет развернуть Россию. Не каждый, а вообще только он один это и сделал. Кроме всего прочего, хоть Ленин и атеист, но был крещеный, он понимал суть Божью и уважал Господа нашего. Ведь в России года 1917 было 85% православных христиан и мусульман. И только маленькая часть рабочих. Вы это можете прочитать, уж прочтите обязательно. Благодаря коммунизму мы перевернули историю целиком. Мы развалили все, что было, не нужно тем, кто был у Сахи. Да и понятное правило. Лучший вариант это коммунизм. В коммунизме идеал по обучению. В коммунизме идеал по лечению. В коммунизме идеал для пенсионеров. К слову, коммунизм в большей степени представлен в социально направленных странах, где типа капитализм живет. Вот что сделал Владимир Ильич Ленин. Сколько таких вообще? Это был лучший гражданин СССР. Сегодня, сейчас мы празднуем 148 год его рождения. И поверьте мне, дотянуться до него не сможет никто. Любое решение власти можно посмотреть и понять интересом каких классов в действительности и каких слоев населения, социальных групп оно служит. И мы все увидим то, что большинство решений, принимаемых сейчас властью, служат вовсе не интересом трудового народа, крестьян, интеллигенции, а служат интересом власть придержащих и даже не представителям бизнеса, которые сейчас душат, а представителям только нескольких кланов, содержащих весь основной капитал в России в своих руках. Вот. И поэтому наша задача, помня о заветах Владимира Ильича, эту ситуацию изменить. Вы же понимаете, единственную страну, которая изначально ориентировалась на коммунизм, развалили дерьмократы. Демократия была в нашем обществе. И если вы не понимали сути, наши коммунистические демократы крошили по сути говнюков. Быстро-быстро. А что потом? И вот вам Китай. Да, не каждый может развернуться, но после ушествия все деньги достаются КПК, а ребенок, выращенный в идеале, сам сможет постоять за себя. И это и есть правило, прописанное в Библии. Ты молишься только за своих предков. Опять же, почитайте Библию. То, что творится у нас сейчас, не имеет никакого отношения к коммунизму. Потому что я рожденная в СССР. И у меня свое знамя с гербом Советского Союза. И я была и буду коммунистом. Особенно жалко тех, кто это испытал. Вы, твари, не скулите о Брежневе. Я тогда был. Все было круто. Были артели, где люди реально и нормально зарабатывали. Бесплатная медицина, бесплатное образование. Нас реально боялись. Была отличная колбаса. Было реально хорошее молоко. Были правильные сорта водки. Было изумительное пиво. Было все нормально. Ну а чтобы вы поняли, вбейте в поисковик Америку 1980 года. И поймите, счастья там не было никакого. Было время. Коммунизм, да? Да. В коммунизме нашей пенсии реально хватало, чтобы спокойно отдыхать. Да. А сейчас хватает нашей пенсии, нет? Ну, у меня вешать за 80. У меня есть. А у меня дети на пенсии. У них меньше 9 тысяч. Вот так вот. Вы наш товарищ. Да не забывайте. Как на нее жить, не знаю. Больше половины уходит на коммуналку из той суммы. А у них сейчас и внуки, и это как? Я не понимаю. И опять к истории вопроса. Ну, не было в Российской империи союзных государств. Не было и точка. Ленин дал. Никогда чухонь не была отдельно. Ленин это сделал. Польша была Россией. Не было ни одного среднеазиатского государства. Он это сделал. По сути, вам, дерьмократы, на Ленина молиться надо. Он дал возможность присоединиться к СССР. К слову, о чухоне. Вы были аграрной страной. А СССР дала вам все производство. Думайте, господа, головой. А мы отпразднуем день его рождения. И праздновать это нам придется. Потому что если бы не Ленин, меня бы и не было. Причем однозначно. А так вопрос правильный, говорит Китай и КПК. Незачем думать о прошлом. Надо жить в будущем. Прошлое это история. Причем у СССР она реально круче, чем у кого бы ни было.